Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время и у кого какая страна! С вами снова я, ваша Вивьена. Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Здравствуй, дорогие мои гости канала! И здравствуйте те, кто зашел на этот второй канал Ведунья Вивьена, Эзотерика и Жизнь. Есть основной первый канал. Кто не подписался, подписывайтесь. Ссылки есть в описании, в прикрепленном комментарии, а также в конце видео, в конечной заставке. Вы можете нажать на аватарки, а не там. Такая темная аватарка, там по-английски в сердечке написано Вивьена, Вивьен. Это вот этот канал. А яркая, там тоже в сердечке, яркая такая зеленая аватарка. Это мой первый основной канал. Так что подписывайтесь и на этот, и на тот канал. На том канале уже серебряная кнопка, и меня знают мои подписчики и гости. Гости канала, вы можете отметить это видео как понравившееся, то есть поставить лайк, и у вас это будет в понравившихся. И вы тогда сможете сразу найти этот канал. Что еще хочу сказать вам. Подписывайтесь в группу в Facebook. Там очень много ритуалов. Тоже ссылки все даны в описании и в прикрепленном комментарии. Также, если вам нужны личные расклады, лично, все лично, это, конечно, заказ. Здесь все вам в подарок. Это общие расклады. Они не являются личными. Их сходимость примерно на 60% это уже хорошо. Это просто, я вам всегда говорю, это реклама мастера. Поэтому мы делаем вам личные расклады и делаем рекламу себе. И хотим, чтобы наша работа вам помогла. Также на этом канале будут расклады и в один вариант. Сейчас в три варианта будет расклад. Также здесь, на этом канале, я планирую чистки, медитации, которые помогут вашей жизни. Смотреть и расклады, и всякие медитации, и чистки онлайн можно в любое время, независимо от того, в какое время они сняты. Сегодня у нас на этом канале, на новом, будет тема «Что готовит вам судьба после разрыва?» Подходит практически всем. Можно посмотреть просто, что готовит вам судьба. Что готовит вам судьба после разрыва? Те, кто разорвали отношения, те, у кого разводы, расставания. Пожалуйста, можете посмотреть, а что готовит вам судьба. И начнем сейчас с вами. Здесь я особо сейчас не буду разговаривать. Разговорилок. Просто снимаем видео, просто работаем. Что готовит нам судьба? А теперь все успокоились. Все успокоились. Представили, что вы сидите около моря, смотрите на море. Тихое море. Штиль. Солнце. Ветерок. Вам спокойно. Все мысли отошли, и вы просто спрашиваете себя. Вселенная. Воздух, огонь, земля, небо. Скажите, что готовит мне судьба? После разрыва. И начинаем. Вариант номер один. Вариант номер один. Поправляем все. Вариант номер один. Все, кто выбрали вариант номер один, начинаем. Что готовит вам судьба после разрыва? Хочу взять основную карту. Сначала вот эту. Что готовит вам судьба после разрыва? Ваши карты, кто выбрал первый вариант, судьба готовит вам новую жизнь, новый рассвет. Но рассвет всегда наступает после темной-темной ночи. И теперь будем смотреть, а что готовит вам судьба? Что готовит вам судьба? После страданий, после мучений, после боли, после слез. Практически каждый человек проходит через страдания и расставания. У кого-то люди расстаются по разводу, у кого-то человек уходит в мирной, у кого-то по ссоре. У всех по-разному. Что готовит вам судьба? Вселенная, скажи правду, только правду через все карты. Вселенная, скажи правду, только правду через все карты. Вам судьба готовит рассвет, я вам сказала. То есть основная карта у вас – рассвет. Что готовит вам судьба? Вы еще, возможно, не отошли до конца от боли. И что-то еще там в мозгах у вас шевелится или в сердце, или еще где-то. Потому что еще есть каша в голове, иногда накатывает что-то, боль какая-то, обида. А что готовит вам судьба? А звезды уже вам сказали, что надежда. Надежда на какую-то легкость, освобождение. Что готовит вам судьба? Да, у вас был враг, и враг был в лице какой-то женщины, которая как бы отняла часть вашей души, вашей жизни. Враг. Но здесь больше женщина проигрывается, но может быть и враг. Что готовит вам судьба? Она готовит вам, что вы после разрыва станете мудрее, сильнее. Вам будет дан ключ, вам будет дана возможность, возможность научиться управлять эмоциями. И еще у вас дана возможность пойти какой-то своей дорогой, начать строить свой бизнес или карьеру, становиться самодостаточной и мудрой. Вот что вам готовит судьба? Давайте посмотрим еще так. Здесь дает мудрость, дело, деньги. Еще осталась какая-то боль, там она может быть у некоторых не совсем очень сильная, но еще в голове периодически появляется туман, розовые очки где-то не совсем свалились. Но уже виден рассвет. Что готовит вам судьба? Здесь хорошие карты идут. Мудрость, деньги, уверенность и легкость, освобождение. Понимаете, с рассветом вот все заново. И роса выступает на траве. Рассвет дает новую жизнь, новую жизнь, новый день. И у вас наступает новая жизнь, новый день. Что готовит вам судьба? Судьба вам дает движение вперед. Кто-то, возможно, поедет куда-то работать или еще что-то. У кого-то просто движение вперед. Вот все. Теперь вы на коне. Понимаете, вы. Вам судьба готовит, чтобы вы на коне. Не расслабляйтесь. Встаньте с колен, встаньте с этой боли. Потому что карты идут очень хорошие. Вы посмотрите, около вас ангел. Да, любовь и ненависть. Но ангелы защищают вас. Что готовит вам судьба? Перерождение. Оно так и есть. То есть после вот таких мучений всегда идет перерождение и души, и тела. Что готовит вам судьба? Да, самой добиваться всех своих благ. Всех врагов уничтожать и идти вперед. Что готовит вам судьба? А судьба готовит вам, когда вы очистите свою дорогу, Когда вы отойдете от той боли, вам судьба дает нового человека. И что это будет за мужчина? Мужчина придет с любовью. Кроме того, что вы будете самодостаточны, Пойдете работу, поедете куда-то зарабатывать, начнете свой бизнес. У каждого свое. То после этого, когда вы расчистите свою дорогу, Судьба вам даст того человека, который придет, чтобы любить вас. Не чтоб вы любили его и ублажали, а чтоб он любил вас. И что это за мужчина? Ух ты! Мужчина будет стоящий на ногах, или зарабатывать хорошо, Или у него бизнес будет, но стоящий на ногах. То есть это не будет какой-нибудь Ванька с трудоднями, У которого ни кола, ни двора. И две палочки в записи. Раньше, когда-то было в колхозах, Трудодни ставили палочки, а не деньги. Были времена. Хорошо. Если он готовит вам мужчину, Какой еще это мужчина? Знаете, Это вот те иллюзии, Которые вы когда-то себе строили, Вот этот такой мужчина и придет. Он сначала придет, Знаете, как-то осторожно. Вроде бы как вот Не очень серьезно сначала. И предложит вам Чашу любви. А что готовить потом? Да, но, понимаете, после вот такой боли Вы очень будете опасаться. Вы будете так опасаться, Что опять Опять наступите на грабли. Опять Опять Ножом разорвут Ваше сердце. Но на самом деле Вселенная Готовит вам новую любовь. Кроме того, Что вы станете с колен, Будете самодостаточны, Пойдете вперед. Вселенная дает вам Вселенная дает вам Стать императрицей. То есть у многих проиграется, Что в конечном итоге Вы можете стать даже женой. То есть вы станете Именно истинной женщиной-императрицей. Вот что он дает Свою самооценку повысить И стать тем, Кем вы есть. Женщины мои милые. Да, Тут даже не хочу больше раскладывать, Потому что здесь Вот такие хорошие карты По первому варианту. Встаньте с колен И вам дают И подняться, И подняться по карьере, И начать работу. Единственное, Здесь у меня мелькает, Что у некоторых есть негатив От той встречи, Возможным порча, Или что-то надо счиститься. Я уже говорила, Что чистки я делаю, В общем-то, На ура. Не буду себя хвалить, Но чистки у меня Действительно хорошие. Такой дар у меня. И тут дается, Что вы станете сильной, Только нужно Все это отбросить. Вы станете императрицей. Единственную карту положу. Единственную. Не хотела дальше там раскладывать. А тут и так Очень все прекрасно. Тут действительно Карты выпали. Но плохих карт Практически нет. Да, И у некоторых, У кого возможно Дето рождение, У тех будут и дети. У кого нет, То те будут посвящать Свою жизнь еще и семье, И своим детям. Сила дается опять, Сила возвращается. И отходит Вот это вот все Несос. Вот вся ваша неуверенность, Все оно как бы Уходит, Вот отходит Ненужное, Ушедшее. И открываются вам Пути дороги. Единственное, Что у кого вижу По первой карте, Возможно, Негатив, Его надо счистить. И тогда все дороги Вам откроются, У вас открываются дороги. Вот разные колоды Беру, У вас открываются Пути дороги. У некоторых, У кого есть дар Или еще что-то, Обучение, Изучение, Познание мира, Познание каких-то наук. И в конечном итоге, То, что было у вас до, То, что давало боль, Вы просто этого человека Как бы внутренне Себя похороните. Похороните. Да. Все прошлое Это смерть. И у вас И вы встанете Ровно, Твердо, На твердую почву. Тут очень даже Интересный расклад. Первый расклад Закончился. Кому понравилось, Ставьте, пожалуйста, Лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь И на этот канал, И на основной канал. Есть в конце видео В конечной заставке Аватарки И на тот канал, И на этот канал. Подписывайтесь. На канале будет Много интересного. Просто сейчас сначала Нужно немножко канал Поддержать. Помогите мне. Поддержите. Ведь я вас тоже поддерживаю. Улыбаюсь вам всегда. Первый расклад Великолепен. Переходим ко второму раскладу. Что же готовит вам судьба? После разрыва. После разрыва. Что готовит вам судьба? После разрыва. Вариант номер два. Все, кто выбрали вариант номер два, Скажи правду. Только правду. После разрыва. что готовит вам судьба после разрыва ну вы даете чтобы второй раз вышло так хорошо 2 карту положу 2 вариант знаете что-то нужно отпустить своей жизни по второму варианту что-то нужно отпустить своей жизни как жертву отдать знаете я вам рекомендую во второму варианту у меня идет как ясновидение, сходите, кто в церковь, кто куда, отнесите просто в дар жертву, можете просто взять деньги, купюру большую или какую-то хорошую вещь, хорошую вещь, которая вам дорога, или золотое колечко какое-то, но не такое, которое хочу выкинуть, но мне не нравится, а то, что вам нравится. Вы можете это отнести в храм, вы можете это просто оставить в каком-то людном месте и просто поблагодарить, кто это подберет, не то, что он отберет у вас, заберет у вас что-то, нет, это не будет крадник, это не будет передача, это просто дар вселенной, то есть нужно принести какую-то жертву, чтобы был рассвет, здесь четко по второму раскладу идет, принести в какую-то жертву, потому что после разрыва вы потеряли, вот, вы потеряли свою вот эту истинную сущность, я невеста, я женщина, я дар земли, а женщина есть дар земли, и здесь нужно обязательно, обязательно принести что-то в жертву, то есть откуп, откуп или подарок, ну, больше я считаю, что это именно дары, нужно принести в дар, на жертвенник положить что-то. Еще раз говорю, вы можете отдать это в храм, кто очень верующий, можете просто положить под дерево или в людное место, можете большую купюру оставить, можете кольцо золотое оставить, можете дорогую вещь оставить, но дорогую вещь хуже, потому что люди обычно вещи сейчас просто кидают, и вы сделаете дар вселенной, и вот это будет ваша жертва, то есть вас на жертвенник принесете во благо богам, тут прям четко идет, хорошо, а что готовит судьба после того, как вы, как вы наплакались, настрадались, намучились, что готовит вам судьба по варианту номер два, что готовит вам судьба, ну, прям карты похожие, потому что, понимаете, после разрывов люди, женщины в основном становятся, есть которые, психбольница, но их очень мало, их очень мало, сначала плачут, мучаются, истерят у нас эмоции такие, а потом вдруг просыпаются, говорят, все, хватит хлюпать, я встаю и иду, тут тоже готовят мудрость, вот за мудрость вам дадут праздники, а в чем праздник будет? Праздник будет в детях, вот праздник будет в детях, праздник будет, у кого здесь не про детей, это будет праздник как чудо, вот, понимаете, вот просто произойдет какое-то чудо, чудеса, у вас появится человек, друг, да, человек может быть издалека или не совсем близко, или у него действительно есть там какое-то средство передвижения, машины, яхты, да, тут появляется друг, тут появляется не любовник, здесь появляется друг, да, сначала тоже здесь идет, что это тайна, но вообще все начала отношений всегда идут в тайне, мы же, когда знакомимся, не бежим сразу на площадь орать, что вот, это мой будущий муж, мужчина тайный, мужчина в надежде, это, ну, я говорю, мужчина, вообще друг, это может, конечно, и подруга быть, тут потому что появляется друг, мудрость у вас появляется, рассвет появляется, обязательно нужно жертву отдать, и знаете, самое интересное, когда вы отдадите жертву, ваше сердце начнет заживать, ваше сердце начнет опять излучать любовь, что готовит вам судьба? Судьба дает вам дорогу, и знаете, вот есть какой-то друг или кто-то, может быть, это подруга, которая будет издалека, какая-то тайная, возможно, переписка или тайные какие-то действия, надежда, и здесь идет, что любовь издалека, или любовь в движении, тут дороги, и вот вы, вы, тут идут, вам судьба дает какие-то новые дороги, это может быть действительно поездка, переезд в другой город, и тут идет, что если будет переезд, то, возможно, именно при переезде вы встретите человека из другой местности, ниоткуда вы сами родом, тут идет про любовь, да, вот карты похожие, понимаете, потому что тут, ну, судьбы похожие, тут идет полное, вот понимаете, полное отрезание прошлого, полная перетрансформация, и после этого появляется, вот он, друг, этот мужчина, и здесь появляется пара, хотите вы, не хотите, но это произойдет. Насколько вы быстрее отпустите свое сердце, вот вылечите, отдадите, отдадите в дар Вселенной за все вот страдания, жертву дадите, можете в жертву принести и животное, но я не рекомендую, все это живое, отдать лучше предмет, дорогой или деньги. Но деньги не 5 копеек, а должна быть очень, ну, хорошая, крупная купюра. Ну, давайте посмотрим, что готовит судьба здесь, к судьбе готовит мужчину, который в паре, но только тогда, когда вы вот просто очистите свое сердце, все швы, все, все рубцы на нем растянутся, и сердце станет благоухать той же любовью, мудрость готовит. Но тут больше готовит как-то вот встречу такую интересную, поездки, встречи. Что за мужчина? Да, здесь второй раз выходит, что вот именно полностью перетрансформация, как только вы пройдете вот эту перетрансформацию, как только вы перестанете мучиться, я провожу методики, чтобы убирать эти привязки, убрать мысли вот эти из головы о человеке, который уже все ушел. Да, это стоит не совсем там полкопейки, это, конечно, работа, и тут там работаем я лично, то есть глаза в глаза, например, по скайпу или по вайберу. Я говорю, вы за мной повторяете. Могу сказать, что около вас будет почему-то много народу, может быть, это будет связано с работой, мужчины будут на вас заглядываться наконец-то. Единственное, что могу сказать, что у вас есть враг. Есть враг, и что готовит судьба? Враг, который остался. А что она хочет-то? А, ну вот она убивала как бы любовь, она вообще, это какой-то враг, это больше женщина. Женщина, убивающая любовь, да, и, возможно, магическим путем. Тут есть враг у вас ликвидировать. Поэтому я говорю, жертву, жертву нужно отдать, чтобы отойти от этой какой-то... Она неразумная, глуповатая, Потому что глупые люди не делают порчи, не делают гадости другим людям. Потому что она просто глупая. Что готовит вам еще судьба? Да, отойдут вот эти вот обиды, вы выдержите стойко. Что готовит судьба? Ну, я вам еще раз говорю, вот разные карты. Судьба готовит вам новую любовь. Судьба готовит вам нового человека, друга. Давайте еще посмотрим. А что это хорошо? Вот идет у нас любовная сфера. Здесь есть враг, от него нужно отойти. Враг есть, она... Враг не отступает, он о вас помнит. Хм, какой он. Интересно. Знаете, что готовит вам? Да, судьба готовит нового возлюбленного, нового человека, нового друга. И знаете как? Это так будет неожиданно. Вот неожиданно, по дороге. Иду, иду я по дороге, прямой дороге, вперед, вперед. А что меня в дороге ждет? Не знаю кто. То пес, то кот. То есть, понимаете, тут неизвестность. И вот в этой неизвестности вдруг, вот как обычно, вдруг. А вы будете думать, о чем-то размышлять. Ну, наверное, я еще не готова к любви, я устала, я вообще такая. А оно вдруг раз, любовь нечаянно нагрянет. Когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет. И удивительно хорош. Да, могу сказать, что судьба вам готовит любовь. Но почему-то, вот понимаете, по второму варианту, вот здесь враг идет, будут враги. Будьте осторожны, понимаете. То ли вы очень привлекательны, то ли мужчины, которые около вас будут такие, на которых тоже обращают внимание женщины, и у вас будут враги. Будьте сами хитрее. Да, что вам говорю, кто в деторожденном возрасте. Тут судьба готовит вас к тому, чтобы у вас был союз. Возможно, и союз брачный, возможно, у кого-то дети карта такая показывает. Очень похоже. Но здесь больше идет, вот по второму варианту, больше идет какая-то любовная сфера, что готовит вам судьба. В первом варианте там было больше, что готовит такой рост. А здесь нет. Здесь какое-то, как мы говорим, женское счастье. Обычное женское счастье. Носки, тарелочки. И жду тебя я у окна. Да, здесь идет выбор. Не то, что выбор. Здесь идет... Да, движение вперед ваше. И вот это вот, говорю, вот она опять жертва. Вам нужно будет отдать в дар. То есть жертва отдать. И что тогда, если вы это сделаете? Если вы это сделаете? Ну, если вы это сделаете, вы станете той королевой, которая знает, куда идет, что идет и зачем. Поэтому здесь четко идет. В дар вселенной отдать что-то. И закончится вот это вот. Крест вы закроете. И станете вы сначала императрицей жезлов, потом королевой жезлов, потом королевой мечей. То есть женщина, которая вперед всегда. Да, будет выбор стоять. Вы будете какое-то время не готовы. Я не готова к этой любви. Я не готова. Я хочу, но там внутренне не могу. Отдайте в жертву. Да, рыцарь кубков вас ждет. Мужчина вас ждет. Ну, вот такая судьба. Странно. Но здесь выбор у вас есть. И выбор и по мужчинам будет. И выбор в том, что нужно отдать вселенной в дар что-то. Отдать в дар богам. Чтобы получить то, что вы желаете, и вселенная тогда вам все даст. Вам будет тяжело внутренне. Я так чувствую. Вам тяжело внутренне. Да нет, я после этого не хочу. Да все, я не хочу. Нет, я хочу, мужчина. Но я не хочу. Нет, я не хочу для замужества. Нет, я хочу просто так. Девочки милые. Когда мужчина любит, он приезжает. Он звонит. Он не говорит. Подожди, пока, жара. Ничего он не говорит. Он просто приезжает. Даже ничего не предупреждая. Он просто звонит. Он всегда не забудет написать. Спокойной ночи, дорогая. А здесь вот идет такой выбор. Подумайте, здесь тоже неплохой расклад, но здесь потяжелее. Потому что здесь еще и враги. От которых надо отрязываться. Убирайте их разными способами. Став у меня есть пришивая к жопе рот. Простой став в исполнении, но очень работающий. Закрывать рты недоброжелателям и врагам. Вот вариант номер два. Вариант номер три. Переходим к варианту номер три. Вариант номер три. Ой, падай. Вариант номер три. Так, сначала это. Вариант номер три. Ух ты, что выпало? Ну что, у нас все куда-то странно. Карта выпала. Мы ее положим. Что готовит судьба тем, кто выбрал? Вариант номер три. Вариант номер три. Вариант номер три. что готовит судьба, кто вариант номер 3 выбрал. Ну, здесь идет такое, что кто-то будет паломничеством заниматься, кто-то еще чем-то, то есть вот такое, то есть здесь идет вот после разрыва какое-то такое состояние смирения, что ли, состояние, ну, какое-то тяжелое после разрыва. Смирение, то ли вот так, я во всем виновата, понимаете, настолько занижена самооценка, что я во всем виновата, это вот от меня все они, это я во всем виновата, потому что он вас так принизил. В отношениях всегда только два человека виноваты, потому что строят отношения два человека, он и она. Что готовит вам судьба? Тут какое-то вот такое смирение, что-то как-то нехорошо, вот какое-то депрессионное такое состояние, ну, образно говорю, депрессия, это не когда вы просто лежите вообще. Депрессия, это состояние, когда не очень хочется идти как-то вперед, непонимание, смирение, смирение, вот понимаете, как в религиях, смирение, смирись, и тогда у тебя будет рай небесный, не будет никакого тогда рая, будет тогда только дорога к смерти. Что готовит вам судьба по варианту номер три? Все-таки что готовит? Проснетесь вы от этого вот, какой-то спячки? Дает надежду, вот всем дает мудрость, понимаете, ну, всем дает, ну, что ж вы, берите у нее эти, у змеи эту мудрость, и здесь странствия, и там странствия, то есть именно в дороге, возможно, куда-то поедете отдыхать, возможно, куда-то работать, но тут идет именно дорога, и в этой дороге вам дается обретение мудрости, вот обретение мудрости, потому что вы как-то, ну, могу сказать, размякли, потому что у вас какая-то стагнация, вот знаете, что готовит судьба, а у вас какая-то стагнация внутри, слушайте, ну, сейчас же уже март, у нас уже распускаются магнолии, в России, там, в других странах, скоро зацветут, за листочки появятся, понимаете, тут готовит вам судьба, попросите у вашей семьи, у ваших предков, попросите у них помощи, потому что род такой сильный, что вам готовит, да, готовит, что вы будете сильнее, вы как, знаете, вы как стол будете на дороге, который просто так не свернуть, железобетонный, а сейчас пока не знаете, что готовит вам судьба, некоторым готовит судьба, вот я говорю, тут идет смирение, тут идет смирение, и понимаете, вот такое вот, вот я вижу, просто кто третий вариант загадал, отпишитесь, пожалуйста, потому что здесь идет такое, боль еще не затихла, боль не затихла, и вы считаете, что вот как будто у меня всегда так, вот все уходят, вот это, вот я такая несчастливая, сами себе нагнетаете это, что мы проецируем во Вселенную, то она нам дает, говорим, что скоро-скоро я буду счастлива, у меня будет мужчина такой, скоро-скоро у меня будет бизнес, у меня будет карьера, работа, которая даст очень-очень многое, извиняюсь, тут вот тяжеловато, да, и знаете, вот по третьему варианту многие скажут, не хочу я больше никаких этих, ни больших, ни маленьких, ни высоких, ни худых, ни толстых, никаких, ни хочу, все, ставлю на них крест, вот какое-то смирение, ставлю на них крест, вот здесь по мужчинам идет как-то, не хочу больше их, если это ваш вариант, смотрите, неважно, значит, посмотрите два предыдущих, вот знаете, потому что очень большую боль принесли, оторвал вас, ну, полностью самооценку, вот все вот это вот, все сожрал этот человек, который был, тут надо пережить боль, что готовит вам судьба, еще период, который нужно пережить, вот этот вот какой-то депрессионный период, или период, когда вы просто сказали, нет, я туда больше не пойду, я хочу жить своей жизнью, мне не нужны какие-то эти мужчины, я сама по себе, буду сама по себе, но боль еще как-то внутренне не угасла, вы можете показывать, что все хорошо, но внутри нет какой-то внутренней одиночества, вы говорите, а, у меня так всегда, да ладно, значит, так и буду, давайте еще посмотрим, а что готовит вам судьба, вариант номер три, а вариант номер три, готовит встречу, очень странно, но встреча эта состоится где-то подальше, потому что здесь идет от высших сил, и говорит, сначала встрепенитесь, сначала научитесь, кубок, кубок фортуны вам сначала дают в руки, а фортуна дает и материальное благо, а после того, когда вы встрепенетесь, да, мужчина дает вам, и дает вам, вот встрепенетесь, но это не сейчас, пройдет какое-то время, еще не сейчас, еще боль не прошла, какая-то внутренняя такая, да, потому что человек не только душу у вас, наверное, взял, но и заодно и денежные средства какие-то, что-то с деньгами связано с материальным, что-то все такое, как-то вот, что готовит судьба, но еще вы будете злиться, на этого человека будете злиться, как-то будет еще это вот, а судьба готовит потом мужчину другого, готовит вам какой-то контракт, контракт готовит, почему, контракт чего, какие-то бумаги, контракт, контракт, бумаги, договор, тут у некоторых будут какие-то, может быть, разборки еще по тому прошлому делу, может быть, судебного характера, может быть, еще какого-то, может, иски, здесь идет, что 90% вы выиграете, да, 90% вы выиграете, ключ в ваших ругах, что еще, что еще готовит вам судьба? Судьба готовит, наконец-то, вам открыть глаза, открыть душу, что наступит праздник, и тут тоже вы станете королевой чаш, королевой любви, вам казалось, что это невозможно, но это будет не сейчас, девочки, это будет, это будет позже, еще пока боль, еще пока какие-то разборки есть, полетов, еще вам не открывает до конца, что по судьбе, потому что есть еще то ли какая-то боль, то ли какая-то ненависть, то ли какая-то обида, там внутри, в душе, долго-долго, пока не отходит, отойдет позже, потом отойдет, вы научитесь, наверное, зарабатывать сами деньги, и придет ваш новый рыцарь, не король сначала, но рыцарь, вот тоже вы сожжете все мосты о прошлом, все сожжется, понимаете, и начнутся новые, вот прям как с чистого листа начинается, с чистого листа, и вы вперед пойдете, и вы королева, станете, но здесь и будут вас окружать какие-то люди, мужчины тоже много, мужчин вижу, мужчин вижу много, давайте посмотрим, мужчин вижу много, так, это карта, ну, что вы хотите, не хотите, пройдет эта боль, все отойдет, время не лечит, время просто убирает эту боль из острой в такую тупую, а потом еле-еле-еле-еле напоминающую, мы ничего не забываем, ну, вот я говорю, вы просто на данный момент, вы не готовы принять этих всяких возлюбленных, боитесь, что вас опять там будете думать, раздумывать, вот так еще что, одно могу вам сказать, не превращайтесь в сварливую, то, что такое может быть, вот замкнетесь, не превращайтесь в сварливую старуху, сплетницу, не превращайтесь, тут у вас не враг идет, тут у вас идет другое, что вы можете превратиться, просто бу-бу-бу, бу-бу-бу, вот такой вот, не превращайтесь, идет и такая дорога, иначе она вас сожрет, А вам открывают, открывайте сердце. Я вот у вас здесь открываю карты, а идут три пути ваших, три пути. Выбор за вами, а у нас вообще их семь. Да, вот это если оттолкнете от себя, эти всякие сплетни, разговоры, ничего не нужны, и открывается новый путь. Открывается новый путь. И куда он откроется-то у нас? Сейчас давайте посмотрим. Куда откроется новый путь? А новый путь-то у вас открывается. Я вам еще раз говорю. Третий вариант. Вы там все мучаетесь, а вам открывают пути, пути как к женщине, пути к настоящей женщине. Невеста, невеста, само совершенство. У вас наберутся силы. Вы, как знаете, вы найдете розетку и зарядное устройство, и зарядите себя такой энергией, которой хватит вам и остальных. И другим людям, и другим людям. Очень интересный расклад. Здесь три варианта вашего пути. Внимательно прослушайте, кто третий вариант загадывал. Потому что здесь действительно вариант такой сложноватый, тяжелый, тяжело внутри, тяжело в душе, и в теле, и везде тяжело. Тут тяжело. Вот такие у нас были сегодня расклады. Еще раз говорю, подписывайтесь на новый канал, подписывайтесь на канал основной Вивиен и Вивиен. На аватарке в конце видео, в конечной заставке стоят. Они за 20 секунд, где-то до конца видео. Также пишите, пожалуйста, поддержите канал. Я вас прошу, поддержите. Смотрите видео и на первом канале, и на втором. Потому что у меня... А вы побольше снимаете. Я вам теперь снимаю побольше на одном канале и на другом. Кто хочет расклады, чтобы были один расклад, кто хочет расклады, чтобы были по вариантам. По-разному я буду делать. Смотрите на двух каналах. А всем я желаю добра, счастья, взаимной любви. И если ваше сердце так сильно ранили, и из него еще капает кровь, вдохните. Очень сильно вдохните. Вот так вот. И выдохните. И эта рана будет затягиваться. Пока-пока с вами была Невьена. Даю вам часть своей энергии. Ловите. И ваше сердце. Субтитры сделал DimaTorzok.